Итак, здравствуйте! Настала очередь рассмотреть карты уровня 1 и Х. Начнем с карт уровня Х. Это карта, которая не управляет медведем, а при помощи которой мы атакуем сами. Атакуем на 3 на дистанцию до 3. Можно улучшить эту карту, увеличив дистанцию. Либо мы можем использовать эту карту как команду для медведя и атаковать им на 5, зарядить элемент земли и получить 2 единицы опыта. Но после этого карта уходит в постоянный сброс. Далее, довольно сложная карта, которая потребует наличия и воздуха и земли для того, чтобы получить до 2 единиц опыта. Без них мы опыта не получим, просто получим дистанционную атаку на 3, на 2 единицы с лечением себя на 2 единицы. А если у нас будет воздух и земля, мы, соответственно, сможем атаковать на 4 единицы и восстановить себе 4 единицы здоровья. Далее, очень неплохая способность, которая очень помогла нам на многих сценариях. Мы можем перераспределить весь урон, полученный нами и всеми призванными союзниками так, как мы хотим. Соответственно, мы можем восстановить всем нашим призванным существам столько здоровья, сколько у нас будет здоровья, но таким образом, чтобы у нас хотя бы 1 единичка осталась. Учитывая текущий максимальный уровень здоровья в 11, при условии того, что весь бой мы держимся в стороне, мы можем восстановить им в сумме до 10 единиц здоровья, что весьма неплохо. И последняя карта уровня Х, это мы можем использовать ее, либо чтобы зарядить воздух и получить 2 единицы опыта, и призвать красного сокола, у которого всего 2 единицы жизни. Вторая атака, но зато он двигается аж на 4 единицы, и он летает. Соответственно, на него не действуют никакие ограничения ландшафта по всему пути исследования. Либо мы можем собрать все монетки, все сокровища, которые находятся вокруг нашего медведя. Под ним и на всех смежных с ним клетках. Далее мы уже рассмотрим карты первого уровня. До сих пор у нас было 2 карты с призывом. Это у нас был красный сокол и аллигатор. Мы можем также призвать гадюку, у которой первая атака, но она отравляет, как и с другими признанными существами. Она дает нам 2 единицы опыта при призыве и имеет вторую скорость. К сожалению, в отличие от гадюк, которые являются врагами, она не может прыгать на расстоянии. Иначе это было бы весьма выгодно. Или мы можем использовать эту карту для того, чтобы нанести отравленную атаку на дистанцию до 4. Ну и последний союзник в нашем пуле карт это Волк. У Волка третья скорость, вторая атака, 4 единицы здоровья, но нету никаких особенностей движения или атаки. Или мы можем использовать эту карту для того, чтобы передвинуться на 5 и быть ближе к центру боя. Далее у нас очень хорошая карта, которая обездвиживает и дает... Не знаю, как это локализовали на русском языке, я все время говорю антипреимущество, хоть и звучит это глупо. И дает антипреимущество врагам на расстоянии до 2 гексов от медведей. Также дает 1 единицу опыта. Либо мы можем поменять местами любых двух персонажей. И врагов, и призванных союзников, и даже наших обычных союзников. Абсолютно любых. Правда, она одноразовая. Далее у нас идет атака на 1, на дистанцию до 4. И атаку и дистанцию можно улучшить. Но самый смак в том, что можно обезоружить противника. Соответственно, до конца следующего хода он не сможет атаковать. И теперь у нас карта, которая действует постоянно. До конца боя. Перед атакой вашего медведя вы можете выбрать Не использовать верхнюю половину действий Вашей карты, чтобы добавить плюс 3 Ко всем атакам вашего медведя в этом раунде. Либо мы можем не использовать нижнюю половину, чтобы добавить плюс 3 Ко всем движениям медведя. Это многоразовое, потому что тут нету знака раунда. Значит, ее можно... То есть, это действие постоянное. Пока медведь, или пока вы не умрете. Далее. Атака медведя на 4. Неплохо. И вот действие на 1 раунд. Мы можем передвинуться на 3 единицы и дать 1 единицу счета смежному союзнику. Это действует 1 раунд. А это у нас действует до конца сценария. Ну или пока не умрет медведь, или мы не умрем. Или владыка зверей. Далее. Лечение себя на 4. И атака на 2 медведя с 1 единицей опыта. Атака. Опять. На дистанцию до 4. Но на 3 цели. Учитывая нашу измененную колоду. Это весьма выгодно. Так как мы можем вытянуть 2 ранения. И соответственно ранить 2 из этих 3 противников. Либо мы можем передвинуть медведя на 5. И опять получить 1 единицу опыта. Если вы хотите получать опыт. Владыка зверей. Это ваш выбор. Далее. Щит 1 до конца этого хода. Всем призванным союзникам. Медведю, волку, соколу, гадюке. И аллигатору, если вы их всех призвали. Либо медведь останавливает себе. Только себе 4 единицы здоровья. И вы получаете 1 единицу опыта. Далее. Обычно у вас других персонажей. Это одноразовые карты. Но тут медведь может атаковать аж 3 цели. На 2 единицы. И получаем мы за это 1 единицу опыта. Также эту карту можно улучшить. И учитывая то, что это карта первого уровня. Ее можно улучшить за 50 монет. Ой, подождите. Я забыл нижнюю половину этой карты. Тоже медведем. Двигаемся на 3. И толкаем на 2 единицы. 1 смежного с нами врага. И тоже получаем 1 единицу опыта. То есть, какую бы половину мы не использовали. Мы получим 1 единицу опыта. Далее. Верхняя половина связана с медведем. Движение на 2. С 1 единицей опыта. Но не забывайте, что верхняя половина. Это в основном для атаки. А тут наоборот. Движение. И тут уже многоразовая карта. Которая позволяет нам изменить местонахождение любых двух противников. Ну, это и все карты владыки зверей. Довольно мощного персонажа. Который набирает быстро опыт. И который при нашей текущей собранной колоде. Может призывать. Имеет постоянно призванного медведя. И может призывать до 4 разных союзников. Что весьма неплохо. Также при помощи жезла управления. Он может один раз за цикл перезарядки. Сыграть 3 карты вместо 2. Также что мне нравится у владыки зверей. То, что у него много очень интересных перков. Нам осталось еще 6 незанятых перков. Довольно скоро мы получим еще 1 крестик. И, соответственно, получим еще 1 перк. И интереснее всего, мне кажется. Как раз для 3 крестика. И для 7 уровня, когда мы его достигнем. Наиболее интересное, мне кажется. Модификаторы плюс 1. С возможностью обездвиживания. И наименее интересные. Это восстановление здоровья. И добавление 2 карт, которые заряжают землю. У нас нету в команде персонажей, которые бы использовали силу земли. Поэтому это, наверное, будет последний перк. Если мы до него дойдем. Но в приоритете вот эти 2 перка. Добавление плюс 1 с обездвижением. Итак, благодарю вас за внимание.